И журналист-расследователь издания Беленкет Христо Грозев обнаружил около 600 европейских чиновников, купленных Кремлем, и он готовит список. Помните, я всегда говорил, что западные чиновники куплены Путиным. Для меня это было совершенно очевидно. Тогда надо мной смеялись, теперь это очевидно уже для всех. Сейчас Христо Грозев опубликует этот список, и будет интересно. А вопрос, вот он понимает, что купленные Путиным чиновники, они могут думать, что они куплены Путиным. А куплены-то они Китаем. Это гораздо хуже. То есть, это китайская шкатулка, когда ты открываешь одну, из нее другую, потом третью и так далее. Матрешка, по-нашему. Поэтому, я думаю, что очень большая проблема тут может возникнуть с этими чиновниками. Что тысяч более вероятно? Да нет, ну не 600 тысяч. Имеется в виду 600 чиновников такого высшего звена. Мир отказывается от российского оружия, пишут и рассказывают. Да, наш человек тут и не один. С различных заводов, где производят вооружение, рассказывают о том, что падение идет, снижение где на 10%, где точная цифра дается 18%. И поставки оружия идут только через Китай. Ну не только, кстати, оружие, но и металла. Тоже один человек позвонил, сообщил, что вот на определенных заводах, где производят металл, не знают, что делать. То есть, гасить одну дом, но одну оставлять, да? Или там как-то еще работать, да? То есть, те заводы, где работало по 35 тысяч, а сейчас там работает по 13. И прогнозируют все в один голос, прогнозируют спад, который осенью достигнет половины производственных мощностей. Но это не значит, что там половина завода встанет. Встанут-то все. То есть, ну, а встанут они наполовину. Там продукции сократятся, увольнения будут и так далее. Относим, будет жопа с ручкой, как... Это дается прогноз общий такой. Но, вы знаете, я думаю, что если путинцы вот эти деньги, которые извлекают, они направят на так называемый госзаказ, если они смогут его сформировать, понимая, что эти деньги не украдешь, то они смогут поддержать производство. Я бы на их месте так и сделал. Как они поступят, я не знаю, они все-таки глупые. Поэтому, я бы на их месте, если вот попал в такую трудную ситуацию, быстренько бы взял спецификации, пусть они делают, что хотят. Ну, не что хотят, что мы определим. Платили бы деньги, даже если это некуда продать, значит, должно как-то было просто производиться для того, чтобы было. Потом мы с этим разберемся и так далее. Лишних денег навалом, поэтому, чтобы их просто не расхитили, их лучше отдать за труд. Но путинцы далеки от этого, у них с башкой беда. Дядя Слава, как они отмоются от связи с Путином? Они думают, что это не станет известно. Поэтому, представляете, как они боятся, что Мальцев захватит власть. Я же все документы сразу же просто вывалил в сеть, без ограничений, без каких бы то ни было. То есть, мы их даже сами фильтровать не будем. Специально сделаем так, чтобы никто ничего не фильтровал. Все запустим в сеть. Вот есть какие архивы? Все опубликуем до последней бумажки. И будем стоять, контролировать, чтобы все это сразу же фотографировалось и туда. Потом будем разбирать, чтобы ни одна бумажка не ушла. Для меня это принципиальный вопрос. Чтобы все, все оперативные документы, вся информация подслужки, все, что подсмотрено, все, что записано, все, чтобы ушло в интернет. Даже если это порнуха, говно всякое, пусть. Потом разбирать. Да, у кого-то кому-то будет не очень хорошо от этого. Мне жена говорит, что говоришь, мы с тобой спим, наверняка все снимали. Я говорю, хер с ним, не насрать на это. Мне самое главное, чтобы никакой информации не ушло в никуда. Чтобы все, все знали все до мелочей. Кто, сука, сколько украл. Кто был стукачем. И так далее, и так далее. Понимаете? Кто был коррупционером. Вот главное. Это будет бомба. Поэтому, что бы со мной ни случилось, все, кто придет к власти, я вас прошу. У всех, кто не то, что придет к власти, кто будет участвовать в революции, сразу же в любой архив попадать. Первое дело, что нужно сделать, это все отдать в интернет. Все без исключения. Даже если вам покажется одну секунду, что вот эта бумажка, она кому-то сломает жизнь, а вот эта бумажка может вам лично помочь. Не ведитесь на это. Не ведитесь. Все скиньте. Я говорю, это самый лучший вариант. Лучше абсолютную правду. Вообще чистейшая правда. Субтитры сделал DimaTorzok